ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В следующем году в закон об ОСАГО могут быть внесены очередные коррективы, из-за которых обязательная автостраховка неминуемо подорожает. Инициативная группа хочет расширить действия автогражданки за счет включения в нее таких инцидентов, как падение на машину деревьев или сосулек или повреждение авто из-за дефектов дороги. Впрочем, Центральный банк и страховые компании не согласны с такими предложениями. Они указываются на то, что упомянутые риски можно предусмотреть в рамках КАСКО. ТРАССА 101 Эксперты предложили увеличить штраф для водителей за движение по обочине. Существующего взыскания в полторы тысячи рублей, по их мнению, недостаточно. Надо увеличить ставку как минимум до пяти тысяч. Тогда это будет сопоставимо с санкциями за выезд на встречную полосу. Плюс для обочечников необходимо обеспечить неотвратимость наказания. Это помогут сделать установленные повсеместно камеры видеонаблюдения. ТРАССА 101 Российские власти собираются жестче бороться с интернет-продавцами поддельных водительских удостоверений. Генпрокуратура настаивает на необходимости внесудебной блокировки таких сайтов. Ибо пока дело доходит до служителей Фемиды, нелегальный ресурс может функционировать еще несколько месяцев. Еще одна мера – ужесточение уголовной ответственности за изготовление фальшивых прав. Сейчас за это можно отправиться за решетку на срок до двух лет. ТРАССА 101 Среднестатистический житель Кировской области может купить на свою зарплату 637 литров бензина. По этому показателю мы занимаем 72 место, входя в число 15 регионов-оутсайдеров. Список составили РИА Новости. По его данным, в этом году автомобильное горючее в нашем регионе подорожало на 7 с лишним процентов. Больше всего бензина могут позволить себе жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы свыше 2000 литров. Наименьшие цифры у Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечни – порядка 550 литров. ТРАССА 101 Издание «Автосреда» напоминает, зимой автомобиль тоже нуждается в регулярной мойке. Правда, дело это более затейливое по сравнению с летом. Во-первых, нельзя допускать резкого перепада температур на улице и в помещении автомойки. Оптимальная температура окружающего воздуха для того, чтобы отправиться на помывку – минус 5 градусов. Во-вторых, это более тщательное мытье колесных арок, порогов, нижней части дверей и прочих мест, где скапливаются песок и соль. В-третьих, по завершению водных процедур необходима тщательная продувка замков и уплотнителей с последующей их обработкой силиконосодержащим составом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА